Интересно знать про куклу Нури. Сам автор этих кукол рассказал нам историю Нури. Оказывается, что о них знают даже в Барселоне. Здравствуйте. Расскажите нам про Нури, пожалуйста. Нури – это армянская традиционная кукла, которая, значит, народное творчество называется Нури-Нури. И это было потерянное искусство. Я ее обнаружил, нашел, изучил все детали, как она готовится, армянская традиционная кукла. И возродил, возродил это искусство народное. Очень долго его не было. После этого, значит, меня пригласили, значит, в Барселону. По интернету узнали, что вот есть такое и такое искусство армянское. Пригласили в Барселону. Я повез, значит, мою коллекцию в Барселону. Называлось, значит, фестиваль, всемирный фестиваль, это творчество, значит, Драб-Арт 2007, Барселона. И на фестивале, в общем, участвовали 150 участников из разных стран, всемирных. Ну, Барселона считается, что это родина Пикассо и Сальваторе Дали. Поэтому они так яростно организуют эти выставки. И, значит, там из 150 стран 30 выбрали первыми и вошли в каталог. Всего 30 работ, коих и Армения. Там, значит, менеджер, значит, проходит с микрофоном, значит, подходит к моей коллекции, читает аннотации там. Степан Саркисян, это я автор, вот я готов. Нурин-Нурин, это ее название. Армения, вот так кричит на весь зал, понимаете, через микрофон. В общем, в Испании, в Барселоне знают, что есть такая страна Армения, Ереван, народное искусство Нурин-Нурин и автор тоже я. И это, значит, где-то песня есть. Когда девочка играет с Нурин, поет. Говорит, нури-нури-екелла, нури-нури пришла, шали-шапы-какелла, шали-у одежду одела. Карми-готин-капелла, красным поясом повязала. Нури-нури, что хочет? С неба хочет Гату. Это девочка спрашивает, что хочет? С неба хочет Гату. Это она хочет Гату, а не Гнури. Через нее она выражает свое желание. И вместо этой готы, что она пожелает, это поет и исполняется. Они еще называются исполняющие желания куклы. КОВРА Надо сказать, что всем впечатлили ковры. Качество ковра относится к одному из древнейших видов армянского искусства. Древние армянские ковры были строго символичными. Каждый рисунок содержал в себе определенные символы, имеющие защифрованный смысл. Мы чрезвычайно увлеклись рассматриванием ковров, пытаясь угадать, что скрывается за тем или иним символом. В чем нам с удовольствием помогали самые авторы? Наиболее часто использовались такие символы, как крест, свастика, дракон, птица. На всей территории Армении ковры служили выгодным товаром, а также вывозились по всему миру. Сколько много работ творчества, один лучше другого. Мы в вернисаже услышали мнение о том, что армяне, кроме нации, еще и профессия. Так и есть. Но как же можно из природных листьев цветов получить неповторимые картинки? Или же, не употребляя красок, только из природных камней творить своеобразные творческие дела? Работы творчества, безупречное мастерство, умственный полет. Вот от чего рождаются эти чудо-творчества. Люди, которые от ничего творят все, не жалея себя. Кто хоть один раз побывал в Ереванском вернисаже, никогда не может забыть то, что в верности называют чудо-музей под открытым небом. Субтитры создавал DimaTorzok